всем привет да скажи всем привет скажи мы катаемся уже по линии с утра пораньше закупили картошки яичек взяли зелёдку мясо капусты что немножечко да скажи да скажи вообще мы пришли за мясом так но мясо еще особо нету поэтому взяли то что уже привезли свежие и сейчас идем и ранее когда мы идем домой я скажу взяли скраб да ироника ну маша растеряешься чистую линию все мы уже дома давно да уже позавтракали пришли с магазина ироника скапризничалась хотела кушать поэтому бегом стали кушать не то ничего снимать сейчас готовлю на кухне на обед на ужин потом покажу что делаю сейчас скоро время тоже предложить веронику спать уже не за может еще часочек подбегать может быть нет время уже к ладинце и так у нас уже второе октября пятница у вас на последний учебный денечек перед каникулами ну и каникул у них неделя как я понимаю что оценок за четвертью них не будет так как всего месяц только отучились конечно как-то странная система немножко я не понимаю когда будет все выглядеть с оценками но думаю 5 понедельник скорее всего пойдем к учителям заниматься дополнительно и это все узнаю как это будет выглядеть хотелось бы поснимать с утра когда мы вводили илюшу в садик но на улице очень сильный ветер поэтому даже не стала снимать сейчас напомним успокоился уже все равно было бы ничего не слышно долго мы просто кажется утром было очень прохладно и на именно ветер был сильный и так ну что алюш у нас уже второй день пошел на целый день надеюсь все будет нормально сегодня вчера было все хорошо мы сейчас утром отвели и конечно он плакал когда привели его потом спалка ну как нам сказал уже воспитательница когда вы ушли он успокоился и принципе все было хорошо я пришла забирать его около 6 часов вечера он там с мальчиком катался на машинке было все прекрасно не плакал из правда сначала не хотел спать в обед отсидел сидел на кровати все таки сон сон от его смотрел и он уснул ел хорошо спал хорошо как в принципе все нормально надеюсь у него будет также владик а так школе до сон должен должен скоро прийти у него очень сокращенный день не знаю сколько там начало 12 уже должен принципе уже быть дома вероника вероника что такое воюешь да погода прохладная особенно погуляешь на улице что такое что такое что она на играйся играйся конечно на кухню будет готовить и мы будем с тобой или играть или читать книжечку попутно скажем так все заодно да конструктор у вероники конструктор да никак наши сопли еще не пройдут до конца лечимся да деловая бегает так ну ладно сейчас еще поснимаем на кухню покажу что буду готовить да чуть не знаю чуть-чуть попозже сейчас поговорю с сестрой по skype потому что она уже не разговаривали 15 и не знаю что она или уложила веронику сейчас мы с ней еще спишемся или сначала уложу веронику потом с ней поговорим или же наоборот сейчас быстренько поговорим потом уже уложу веронику ах да конечно почитать хотим все хотим успеть ладно увидим попутно сейчас как это все будет итак время уже первое час дня вероника наша спит тут мы с ней немножко поигрались почитали как я в принципе она потом начала разговаривать с сестрой по skype потому не снимала пришел владик со школы уже владик да все владик отучился неделя да все звоните учительницы договариваться с ней по поводу занятий когда что ничего неизвестно но она уже сказала ты мне ну а ты хочешь три дня и все три дня да да три дня латишка выходит заниматься к ней но я не знаю там еще один мальчик будет но он будет тогда практически до всех дней до северей какого на все дни ну вот только не знаю мы я с ней завтра созвонюсь через сегодня сегодня я тебе папочка позже созвонюсь договорюсь на какое время можно уже будешь не знать во сколько она там будет свободно и будем ходить три дня заниматься да ладоньки ну что немножко передохнешь от школы да хотя конечно не совсем получится но что делать на ночью не так сильно устали что комиссии стучились а уже все бедные несчастные у нас вообще на улице не ужасно и ужасно и я сейчас хотела просто проверить потому что мы даже не в конце не закрыла окна позапотели даже вот такой ветер дует и холодно даже на улицу уходить не хочется вообще сегодня даже надоели чтобы вот эти сады забирать а так и не охота так ладно хорошо что я готовлю на кухне на кухне ой не могу это замерзла дома я с ним делать шубу уже полезла селедку приготовила картошечка у меня варится и яички доваривается сейчас буду делать шубу вчера илюша очень сильно просил как бы платят потому что не нравится никто не такая не жирная солененькая но для шубы вполне подойдет поэтому на одну тарелочку буквально сделаю и все также я уже сварила сварила супу точнее я сварила уже ой 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 точнее уже сварилась так протерла камеру камера запотела от супа только недавно выключила сейчас достану мясо разделаю и все и также замариновала ну как взрослой замариновала сделала да мясо такое отбивное отбивные уже они лежат у меня в холодильнике их отбила хорошо себя отбивала вероника просто очень долго смеялась не знаю что я показалось смешно когда я молотком его отбивала но специальный молоточек есть для него смеялась долго долго тут пока я его все не подбила чесночком заправила перчиком и солюшкой пока воскресенье в холодильнике а ей пропитается этим всем так я теперь займусь пока шубой и уже потом покажу конечный результат шуба уже готовая точнее . под шубой я поставлю холодильник немножко пропитает сценами я уже не надеюсь назад приготовила 15 пока тут мясо сделала в супе точнее ща и ответил на ваши комментарии оставшиеся которые были под видео и сейчас не знаю вероника пока спит наверное тоже хочу немножко полежать отдохнуть сегодня погода настолько правда как-то непонятного за прямо с вами по себе закрывается потом хоть полежать посмотреть телевизор вот так вот пасмурно ветер дует холодно все окно закрыт дома и как я сказал что даже на улице неохота как говорила также на вопросы елена валягова скажите если у вас планы сделать заставку перед видео и еще против куда вы ездили дыхать ваши любимые места для путешествий она насчет заставки для видео я честно не знаю может быть серёжа сделает ее принципе но я не знаю если в этом смысл кому-то это нравится кому-то это не нравится кого-то бесит на как бы тут тоже очень много мнений по этому поводу я у серёжа была заставка перед видео еще когда у него был и на чисто его канал а сергей поляков но ему тоже что не знаю первое время ему нравилось потому надоело и уставлять не знаю это как бы мы каждый раз не подумали у него спрошу на эту тему чем читал комментарии наверное же как бы знает уже поэтому да нет не знаю честно с одной стороны может быть и хотелось бы с другой стороны я не вижу особого смысла для этого а что касаемо отдыха ну так сложилось конечно что вместе мы дыхать еще ни разу не ездили именно какой-то там на море не было возможности повод на первое время было с кем надо с это уже владика например но не было возможности поехать работа эту материальном плане не было тяжеловато потом у нас появился ильюша потом вероника и соответственно детки еще маленькие были собирались ехать мы принципе планировали ехать еще в том году на летом но точнее планировали за наверное за год мы как бы хотели перед ладиком первым классом 7 месяцев ездить отдохнуть но я забеременела естественно как раз в июне родила как это куда можно было ехать отдыхать сейчас же прилетите покупка жилья потом пока отдыхе думать мне это не предстоит как бы скажем отдыхнуть куда съездить тем более сейчас у серёжи нету отпуска ближе ближайшее время как только будет возможно естественно коем-нибудь вместе съездим отдыхнуть а так конечно по отдельности точнее имею до что до свадьбы естественно мы отдыхали там и он ездил и я ездила в основном это пора по россии в россии там анапа геленджик такого как бы плана я думаю что у нас все еще впереди так так еще очень много вопросов точнее были вопросы которые хотелось бы ответить во влоге не знаю что сразу наверно так и не найдешь сразу это да это по поводу вопрос по поводу ютуба будут носиться новые правила подписки станут платными я ничего пока отвечать не буду на вопрос я завтра скорее всего серёжа на него сам ответить потому что я не могу сказать в точности правильно это или неправильно поэтому скорее всего даже на него ответит серёжа вам так сейчас поищем еще вопросы и ответим на них так вот вопрос ренатка из могилова кстати у вас нету кнопочки ответить поэтому пожалуйста посмотрите на строке комментариев чтобы я могла отвечать здесь на ю тубе и также вот такой ник на ю тубе так боже с мария у вас также нету кнопочки ответить сразу обращают внимание так а очень хотелось ответили на мой вопрос во влоге как научить дочку девять десять лет начать научить спать одной комнаты своей есть кровать и все что нужно она до сих пор спит с нами честно я даже не знаю я даже честно не могу на эту тему на этот вопрос ответить потому что у меня просто не было такой ситуации у нас владик изначально спал сюда отдельно был момент когда он спал с нами но это он еще был маленький тоже не хотел спать своей кроватке но когда мы ему уже купили свой диван именно еще когда мы жили квартире ну еще не илюши не было никого мы ему купили диван нет да диван он у нас сразу начал как как-то вот он уже повзрослел стал знанием спать поэтому я считаю что уже в таком возрасте девять десять лет это ну это не знаю даже как сказать это ребенку только уговоры помогут а не надо должна уже все понимать все таки девять десять лет это не маленький возраст это уже ребенок 3 4 класс получается и я считаю вам просто надо с ней разговаривать узнать причину почему она боится спать там отдельно от вас или сам своей комнате это же на я считаю что на это должна быть причина потому что по-другому выхода просто не вижу это реально не маленький ребенок у нас до сих пор ильюша засыпали своей кровати и ночью может прийти к нам кровать спать ему становится скучно не значит просыпается идет к нам но ему еще только три года и то я по возможности его перекладываю обратно и он спит дальше до утра своей кровати а уж таком возрасте честно я даже не могу сказать там как-то вот стопроцентно ответ на этот вопрос потому что я просто таким не сталкивалась у меня такого не было и я считаю что скорее всего тут просто надо выяснить причину от чего это привычка привычкой конечно может быть это понимаю но мне кажется что в таком возрасте уже есть какая-то определенная причина на то что ребенок не спит своей кровати не спит своей комнате это уже осознанный человек человечек скажем тогда которому уже там тоже 3 4 класс как я принципе уже говорила ищите причину разговаривайте с ней я и думаю это только единственный выход из данной ситуации уж простите меня что не могу дать вам там какого-то стопроцентного ответа но просто для меня это новое поэтому я не знаю надеюсь чем-то вам помогла я так ну и принципе так наверно владица для нас тоже лег отдыхать начали тут сел поигрался немножко поигрался там как мама тенушка вода полежу вот отдохну ну правильно погода очень плохая глаза прямо скрываются и поэтому а сейчас немножко передохнем потом мне еще надо погладить приготовить мясо увидимся немножко позже ну что время у нас уже 5 часок не странно да мы немножко отдыхнули и владюшка поспала и вероника и я немножко полежала быстренько застали поели потому что давайте подержать ей скоро времени надо уже идти за илью забирать из садика и короче так особо не поснимали мясо я еще не готовила это же не гладила сейчас приду гулять мы на улице не будем сразу же считай пойдем домой так как погода у нас на улице очень ветвенная и вещь в общем холодный ну а глаза ты ей ну что тут такое вредное ну дай поиграться ей пусть она у нас посмотрит вот поэтому сходим заберем и ильюшу из садика и придем домой как раз погладу за это время по приготовлю ужин да владик да полежали немножко отдыхнули где-то с удовольствием скушали щи да я что там у тебя во рту еще один зуб ищешь еще зуб ищешь нет сейчас мы собираться и увидимся уже на улице идем в садик за илюшкой на дворе беды там с мальчиками в мяч футбол гоняет а мы идем с вероникой за ильюшей сейчас тоже идем не спеша выйдет девочка с кем забираем с кем ходили в растайку идите вместе она здесь живет прямо рядышком сейчас нужно выйти и мы пойдем да скажи да как здесь все дорога ужасно вообще машины едут просто не уносимо особенно с утра идет ребенка в сад машин просто пропасть не знаешь как на этой ужинкой дорожке как-то деться что ты разговариваешь ты разговариваешь да ты говоришь как раз маленькая говоришь кин говоришь кин на улице такой ветерок сильный достаточно когда нету так вроде тепло как только ветер подует сразу холодно становится что что туда пойдешь сейчас отпущу придем садик ведь отпущу хорошо ладно иллюшка иллюшка всем привет всем привет да забрали на иллюшу с сайта когда мы снимали с сайта меня одни да да язычок убирает холодно 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 и очень ветер на улице идем сейчас за манировочными сухарями я тут не буду пожарить мясо еще когда перед уходом у меня кончились сухари и поэтому сейчас пойдем в наш дом сначала купим сухари что там на автобусе на автобусе мы же живем на дорогу иллюш вот там мы живем да да сейчас сзади магазинчик да ты тоже сидишь смущаешься как сухарями идет конфетка моя как твои дела рассказывай садик что это нормально нормально да да иллюш что ты сейчас кушал что ты ждешь а блины да вкусные блины да так ну все потом сейчас страшен много не хочу что играть за руку или уж у них дома будет снимать пойдем что может пришли мы уже пришли во двор купили зашли сухарей панировочных вероника сидит наша владик он там на поле с мальчишками бегает играет футбол они гоняют мальчики наши бегают так а мы сейчас идем домой потому что очень холодно надо готовить кушать я еще ничего уж не готовила как собиралась конфет когда у тебя витамин когда она купила вам витаминки и пройдем сейчас домашки готовить кушать гладить когда ветер на улице очень-очень холодно когда именно дует сразу так что нет дать мы не будем гулять пойдем домой когда все притихаете врачу более меня можно дыр ну как только дует вообще невыносимо и лишь пошли давай не будем кататься то есть у вас болеем пытаемся пойдем солнышко домой хорошо пойдем домой так тихо пришли уже домой с детками так я дам тебе баловник пришел вообще да разбаловался совсем вот смешно попало да кушайте прянички детки сейчас мы будем наши отбивные как в принципе я и говорила в принципе готовить я буду так же как и тот раз кто смотрел наш локт и я готовила отбивные так тихо дайте мне так же забросаешь его так аккуратно не давись не дайте давать доставай 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 так а яичко панировочные сухари и мука сейчас просто обваляю на свое мяско не только прижала целый день у меня в холодильнике думаю завариновалась и сейчас буду это все на сковородку что пьем додоним водичку да вероника дай скажи пьем пить захотели мамка в это время гладит тут вообще целая гора белья у меня что-то за несколько дней поднакопилось а потому что два раза стирала сразу ну ладно стирка за другой и постельная детская и так вещи и получилось что много белья собралось наши отбивные уже готовы так вот они выглядят поставила водичку на гарнир на гарнир у нас не будет рис а ты когда разденешься ходишь бегаешь все кошка съела мяч кошка съела мяч это ж как такое мой пошли вероника туда взял это ж как такое ой темно может быть что что кошка съела мяч как такое может быть вот этот мяч кошка съела а как она его съела вот так да это ж как ой мама так нельзя так делать нельзя так бросать мячик слышишь меня ими уже читать то как так только так но что это такое как мы бауцениша курсе ни разу так что есть когда не драться что-то задрать чью такая ильюша сейчас получит папа вот и второй день приходится да какой то ненормальный просто слишком много энергии у тебя бьет да илья Вот так, я нормальный Да, ты нормальный, я не скажу, что я не нормальный Ну что, ты же аккуратно, Илья Да, скажи, бах, бутылочка, у тебя упала, да? Бах Так у нас детки балуются, с ума сходи Так, что-то не драться Только не драться, самое главное, поняли? Так, Илюша Иди мяч ищи, драчун Драчун, танцов Все сразу, да? Да, так, пошла мама, да Все, тихо, Владик, Владик, потише, Илюша, потише Под низом живут люди, да И вы им мешаете Понял, Илья? Нельзя так все вести Владик, тоже тебе касается это Ну что это такое, навалились друг на друга О, она третья несется Ты ругаешься на братиков? Правильно, моя хорошая Так, Владик, Илья, ты ругаешься, да, моя прелесть? Моя маленькая, моя девочка, скажи, ругаешь Да, скажи, ругаешь набрать Владик Илья Кошку загнали под стол Спряталась от вас, бедная Так, ну все, пошла мамка доглаживать И скоро будем Что у нас под носом? Будем Так, не прыгай Все в воде Все в воде И лицо в воде Вот пьешь, да? Так, нельзя так прыгать на диване, а? Не послушная Я тоже, тоже не послушная Девчушка наша, да? Так, все, сейчас Мама пошла доглаживать Скоро будем кушать уже Время 8 часов почти Кто там? Кто там? Кто там? Сейчас с папой разговаривали Папа, наш сетей уже на остановке Папа! Да, надеемся пораньше приедет, да? Папа, папа Так, все, увидимся Так, что мы всю полку порасшили? Порошили Детки наши читают Сами тут решили заняться азбукой, да? И Вероника наша читает, да, книжечки? Молодец Вероника книжечки читает Да? Мама уже закончила гладить Варится рис Скоро будем кушать Я позвонила папа Ням-ням Скоро будем, да Уже едет папа в маршрутке Слышите? Да Я тебе дала Давай Не два, а две, Илья Две книги Две книжки Два Две Илюша А чем еще тебе надо? С деловой нашим Ты сейчас джинсы снимешь или нет, Илья? Йо, Илюша Йо Йо, Владик Йо Так, Илья, не надо все книжки отдастывать Итак, мама уже Че Че, Владик Че, Владик Да, вот так вот мы учим буквы Э Э С Или аккуратно бахнешь С С С С С Аккуратно, Фан, не упадешь Книжечку положи, Владик Вот так вот, да Итак, время у нас уже без 15.09 Как я сказала, Сережа уже едет Не знаю Просто попрощаемся сразу Потому что Владик Ой, Владик Илюшка уже у нас хочет спать Сейчас быстренько покормлю их И, в принципе, под кроватью Достанем сейчас хорошо, Илюша? Сейчас покушаем, достанем Хорошо, солнышко? Да Да, сейчас будем ням-ням Да, Вероника? Будет ням-ням Дай ложечку, ложечку хочет В принципе, так прошел наш денечек Как-то вот такое состояние было непонятное Вроде бы У нас салют был Где у нас был? А, был салют, да Ну, на улице просто День рождения или свадьба, видно было Сверкало Как-то состояние такое непонятное Вроде бы, выспалась сегодня ночью Но в то же время, я не знаю Как-то, видно, из-за погоды Так непонятное было состояние Поэтому днем немножко полежала Тихо И не успела ответить на все ваши вопросы Думала вечером Но тут у нас тунишка уже психует Хочет спать Поэтому на все вопросы Извиняю, что не ответила Отвечу обязательно в завтрашнем влоге Да, будем сейчас Владик уже почти дает Сейчас покажу Иеронику И будем ложиться спать Ирюша не хочет у нас есть Да, в саду наелся, да, блинов? И не в порт командует Ходит и есть Так, ну что, детки? Ну, у нас рис с мясом Сегодня на ужин, как я, в принципе, и говорила Вкусно, Владик? Владик, почему-то Владик Именно, когда делаешь Мечалишь просто мясо Не особо любит Это вот таком вот виде Вы ему больше нравится, да? А что, ты на лбу? Шишка, что ли? Да, ляля Что значит ляля? Ляля Хорошо, давай нам, что-то похожее на кашку А потом будем ее вот Ладно, Солонечка? Ладно, Солонечка? Да Да, ну все, ладно, будем прощаться Всем приятного просмотра Хорошего дня Всем пока-пока-пока-пока Всем пока-пока-пока Вероника, пока-пока Вот так, Вероника, пока, Маша Всем пока-пока-пока Привет, передала Кому? Мам Вам привет передать? Да Привет, Илюша Капкадом наш Привет, привет, Илюша, тебе Капкад, ты наш ходячий Так, ну ладно Все, всем Говори пока всем Пока Пока, да, все, всем Пока-пока-пока